Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway в этом выпуске. Как продвигается строительство второй линии? Новости инновационного центра Skyway в Шарджа. Болеем за наших! Skyway в центре внимание на международном IT-соревновании. Работа на опережение. Подвижной состав сможет мгновенно локализовать пожары. Новоселы. Закрытое акционерное общество струнной технологии переехало в новое офисное здание. И наша традиционная рубрика – это день в истории Skyway. А теперь обо всем по порядку. 46 фундаментов дополнительных промежуточных опор забетонированы в инновационном центре Skyway в Шарджа. Заканчивается монтаж металлоконструкции промежуточных опор второй линии. В гостевом доме практически завершена внутренняя отделка и близки к завершению пусконаладочной работы инженерных систем. Во внутреннем дворике высажены растения и газонная трава. На обеих анкерных опорах первой линии продолжается внутренняя отделка и пусконаладочные работы. Компания FAST осуществляет прокладку наружных инженерных систем. Забетонированы плиты покрытия насосной станции пожаротушения. Продолжается отделка трансформаторной подстанции. Полного соответствия европейскому стандарту ИН-45545 добились специалисты конструкторского бюро электрооборудования. Этот стандарт позволяет управлять рисками, связанными с пожарами, которые могут возникнуть вследствие воспламенения некачественных материалов, используемых в железнодорожной отрасли. Иными словами, ввиду того, что экстренная эвакуация из подвижного состава второго уровня для пассажира достаточно проблематична, само оснащение транспортного средства должно целиком соответствовать качественным требованиям, предъявляемым ей мировым рынком. И SkyWay теперь полностью соответствует этим требованиям. Об этом подробнее расскажет инженер-конструктор КБ электрооборудования зао струнные технологии Сергей Кулапин. За последнее время в нашем конструкторском бюро электрооборудования был совершен обширный анализ комплектации на соответствие противопожарных норм. То есть, в частности, проверяли всю комплектацию на соответствии европейскому стандарту ИН-45545 противопожарной защиты на железнодорожных транспортных средствах. Данный стандарт нормирует нормы противопожарной защиты, контроль управления и минимизацию воздействия пожара при его возникновении. В первую очередь, мы проверили всю комплектацию, начиная от изделия масса менее 1 грамма, как, например, кабельные стяжки, всевозможные элементы крепления жгутовой продукции, заканчивая габаритными блоками, как, например, инверторы и контроллеры. Данные элементы должны быть максимального качества, иметь все сертификаты качества, подтверждающие это, так как одной из основных причин пожаров в электроустановке – это неисправность в жгутах. То есть, следствие, например, короткого замыкания, механической деформации, либо привычного нагрева, изоляции. На новых транспортных средствах мы будем применять специальные противопожарные кабельные воды со специальной вспенящей вставкой. При возникновении пожаров в какой-либо из областей, эта вставка вспенивается и образует своего рода противопожарный барьер. То есть, все это делается для того, чтобы локализировать пожар и моментально его потушить с минимальным вредом для пассажиров. Друзья, более 60% зрителей наших видео смотрят их без подписки на наш официальный канал YouTube. Это более 42 тысяч человек в месяц. Согласитесь, никуда не годится. Если под этим выпуском кнопка «Подписаться» у вас горит красным цветом, немедленно исправьте проблемы и будьте первыми, кто узнает новости о разработке и внедрении прорывной транспортных технологий Skyway. Все подразделения закрытого акционерного общества струнной технологии наконец-то переехали в новое офисное здание по адресу город Минск, улица Железнодорожная, дом 33. Восемь этажей просторного светлого здания разместили более тысячи сотрудников компании. Skyway в центре внимания на международном IT-соревновании. В конкурсе «Проект года», в четвертый раз организованным российской фирмой 1С, ЗАО «Струнные технологии» представляет управление автоматизацией бизнес-процессов во главе с Натальей Касперович. Цель форума – определить передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации собственного бизнеса посредством современного прорывного софта 1С-предприятия 8. В этом году на номинацию «Лучший проект в предметной области» нашими специалистами была представлена собственная разработка – сервис для руководителей, систематизирующий всю информацию по жизненному пути сотрудника в компании. Закрытое акционерное общество «Струнные технологии» участвует в этом конкурсе впервые, и, однако, по признанию руководителя отдела 1С-систем, несмотря на то, что конкуренты в этом году ни больше ни меньше, как корпорации «Росатом» и «Почта России», наша команда в себе уверена. Напомню, ранее, благодаря этому передовому программному обеспечению, Skyway удалось целиком перейти на систему электронного документа оборота, избавившись от уничтожающих природу традиционных стопок мертвых деревьев в каждом кабинете. Голосование продлится до 31 августа, ну а призеры форума станут известны не раньше сентября 2020 года. Успейте поддержать наших конкурсантов! Ссылка на страницу для голосования в описании под этим видео. 19 лет назад прошли первые испытания струнной путевой структуры Skyway. Тестовый фрагмент струны весил более 500 килограммов и имел длину 4 метра. Испытания длились более двух месяцев и окончились неожиданным, даже для самих инженеров, результатом. Эксперимент показал, что струнный транспорт Юницкого оказался в 6 раз крепче и долговечнее даже самых оптимистичных теоретических подсчетов. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и ваша жизнь сложится удачнее даже самых оптимистичных теоретических подсчетов. Строй Skyway! Спасай планету! Строй Skyway! Спасибо за просмотр!